Они снова пришли в Иерусалим, и когда Иисус ходил в храме, к Нему подошли первосвященники, учители закона и старейшины. «Чьей властью Ты это делаешь?» – спросили они. «Кто дал Тебе власть делать это?» Иисус ответил им, «Я задам Вам вопрос. Ответьте Мне, и тогда Я Вам скажу, чьей властью Я это делаю». Иоанн получил свое право крестить с небес или от людей? Ответьте Мне. Они стали рассуждать между собой. «Если мы скажем с небес, то Он спросит, так почему же Вы Ему не поверили?» Сказать от людей нельзя, потому что они боялись народа, ведь все считали, что Иоанн был настоящим пророком. И они ответили, «Мы не знаем». И Иисус сказал, «Тогда и Я вам не скажу, чьей властью Я все это делаю». И Он стал говорить с ними притчами. Один человек посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для довильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. Когда пришло время, Он послал слугу к виноградарям, чтобы тот забрал у них причитающуюся ему часть урожая. Но виноградари схватили слугу, избили и отослали ни с чем. Тогда Хозяин послал к ним другого слугу, но они разбили ему голову и издевались над ним. Хозяин послал еще одного слугу. Его виноградари убили. Он посылал еще многих слуг, но виноградари одних избивали, других убивали. В конце концов, у Хозяина остался только его единственный, любимый сын. Он послал его к ним последним. «Сын это моего, они устыдятся», думал он. Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, давайте убьем его, и наследство будет нашим». Они схватили его, убили и выбросили его из виноградника. Что же сделает Хозяин виноградника? Конечно же, он придет и убьет виноградари, а виноградник отдаст другим. Их братья. Разве вы не читали в Писании, камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это совершил Господь, и как это удивительно в глазах наших. Когда предводители народа поняли, что эту притчу Иисус рассказал о них, они хотели арестовать его, но побоялись народу. Поэтому они оставили его и ушли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok